Всем привет! Выращивать такую культуру как томаты не особо сложно, но для получения более крупного и вкусного урожая нужно знать все нюансы посадки и ухода за ними. Так огороднику стоит правильно определить сроки посадки этой культуры. Обычно на рассаду ее начинают высаживать уже в феврале. Однако не все дачники точно знают сроки, когда нужно производить посев семян на рассаду. Итак, в первую очередь нужно узнать, какие сроки посева подходят для помидор по лунному календарю в 2022 году. Такой календарь предоставляет точные данные, когда можно заниматься посадочными и прочими дачными работами, а когда не рекомендуется заниматься этой деятельностью. Связано это с тем, что в определенные фазы луны растения лучше всходят и быстрее идут в рост. Поэтому желательно производить посев семян в нужное время, с учетом данных лунного календаря. Обычно посев томатов ранних сортов на рассаду начинается со второй половины февраля и продолжается до конца февраля. Если же будут высаживаться парниковые сорта, то ориентироваться стоит на первые числа марта. Семена этой культуры, которые будут выращиваться в открытом грунте, высаживают практически в конце марта. В южных частях страны можно посевные работы производить с начала февраля. В то время, как в Сибири такую агротехническую процедуру нежелательно делать раньше середины марта, а лучше в конце марта либо даже в начале апреля. В средних регионах России посев семян томатов на рассаду можно проводить с начала марта до второй половины месяца. Далее осуществлять пересадку рассады в тепличные условия можно приблизительно на пару недель ранее, чем на участок в открытый грунт. В южных регионах посадку семян можно начинать с самых ранних дат февраля. Итак, если произвести посев на рассаду раньше положенного времени, то она будет вытягиваться, из-за чего после пересадки в открытый грунт ее рост слишком замедлится. И наоборот. Поздняя посадка грозит тем, что растения просто не успеют к нужному сроку созреть и дать хороший урожай. Лунный календарь в феврале советуют производить посев с 12 по 14, с 16 по 18 и 24 февраля. В марте рекомендуются даты с 17 по 23 марта, а в апреле с 13 по 15 и 28 апреля. Дождавшись подходящих сроков для посевных работ, можно начинать посадку семян на рассаду. Но сначала необходимо будет заняться подготовкой семенного материала, приготовлением почвы и выбором емкости для посадки. Грунт с нужным составом – это важный нюанс для хорошего роста и полноценного развития рассады. При этом почву можно купить в магазине для садоводов и огородников, либо приготовить грунт своими руками. Это тоже несложно, нужно будет лишь соблюдать определенные пропорции. Начать подготовку грунта рекомендуется не позже, чем за неделю до планируемой даты посева семян. Огородники с многолетним опытом советуют не забыть добавить в грунт землю с дачного участка, чтобы у рассады при пересадке потом не было стресса. Приготовить землю самостоятельно можно двумя способами. Первый способ – взять в равных частях дерн и почву с участка, добавить 4 части торфа и совсем немного коровика. Для второго способа нужно взять в равных долях грунт с участка, предварительно пропаренные опилки, добавить половину части коровика и 3 части торфа. В приготовленный субстрат нужно обязательно добавить пропаренный речной песок, 3 литра песка на 10 литров земли, суперфосфат, не более 3 грамм на 10 литров почвы и 10 грамм аммиачной селитры. Если дачник не имеет возможности подготовить почвенный субстрат для посадки семян самостоятельно, то можно купить готовый вариант. Добавить к нему такое же количество грунта с огорода и обязательно обеззаразить полученную почву любым удобным способом. Можно прокалить в духовке, чтобы избавить ее от жучков и насекомых. Чтобы рассада смогла полноценно начать рост, для нее важно подобрать емкость. Торфяной стаканчик. Это самая удобная и экологически чистая емкость, в которой помидоры будут себя прекрасно чувствовать. К тому же этой емкостью легко пользоваться, и она не занимает много места. Плюс торфяного стакана в том, что из него не нужно будет вытаскивать рассаду при пересадке, так как торф разлагается в грунте. Поэтому пересадка будет для рассады менее стрессовой. Еще один замечательный вариант – прессованные торфяные таблетки. Они имеют в своем составе все необходимые питательными вещества. В них можно сажать любые овощные культуры, в том числе помидоры. Этот способ тоже не требует переноса рассады из емкости в землю, так как пересадку осуществляют прямо в этой таблетке. Стаканы из пластика. Этот вариант очень популярен среди огородников, так как стаканчики стоят дешево, их можно спокойно применять несколько раз. К тому же вытащить рассаду с них очень легко. Контейнеры из дерева или пластика. Менее удобный способ, так как каждое растение нужно будет вытаскивать при пересадке по одному, при этом следить, чтобы не повредились корни. Зато в одном контейнере можно производить посев сразу нескольких семян. Итак, лучше всего для посадки выбирать таблетки из торфа, торфяные горшочки, либо стаканчики из пластика. Предпосевная подготовка семенного материала. Еще один важный шаг, который нельзя пропустить. Во-первых, нужно позаботиться о выборе качественных семян. Ведь от этого зависит, насколько здоровые саженцы вырастут. Поэтому покупать семена для посадки томатов нужно только у проверенных продавцов. Обязательно нужно просмотреть срок годности, так как семенам не должно быть больше двух лет. Далее необходимо провести обязательные процедуры, такие как проращивание и обеззараживание. Обеззараживание производится следующим образом. Семена помещают в марлю, заворачивают ее в 2-3 слоя, делают насыщенный раствор марганцовки. В раствор помещают семена прямо в марле. Оставляют так не менее чем на полчаса. Затем семена промывают и просушивают. Следующий шаг проращивания. Необязательное мероприятие, но лучше о нем не забывать, чтобы семена быстрее дали всходы. Для этой процедуры нужно смочить в большом количестве воды марлю и распределить ее на блюдце. Семена раскладывают в середину марль и прикрывают другими концами марли. Сверху положить пакет и поставить блюдце возле теплого места, например батареи. Следить, чтобы марли не становилось сухой. Прорастание семян начнется через 3-4 дня, после чего их можно высаживать в подготовленную емкость. Если какая-то часть материала не начала прорастать, то высаживать такие семена не нужно. Нужно учесть, что если семена были куплены у надежных продавцов, то проводить обеззараживание не нужно, так как такой материал уже полностью готов к посадке. Сама посадка семенного материала в почву заключается в нескольких простых шагах. Если используется контейнер, то сначала на дно насыпают небольшие камни в качестве дренажного слоя, затем подготовленный грунт. После этого важно хорошо полить землю и подождать, пока вода полностью впитается в почву. Далее делают редки, они должны быть на расстоянии друг от друга не менее 3 см. Глубина ямок 1 см. И не забывать про дистанцию между ямками 2 см. Теперь в эти ямки остается поместить семена, слегка присыпать их сверху почвой и не сильно увлажнить водой из пульверизатора. Далее ящик рекомендуется чем-нибудь накрыть. Можно для этой цели взять пищевую пленку, прозрачный пакет или стекло. Это создаст нужный парниковый эффект. После посадки семян нужно будет вовремя осуществлять полив и ухаживать за всходами. Тут есть некоторые нюансы, о которых тоже необходимо знать. Во-первых, когда огородник увидит первые всходы, то он должен будет снять пленку с емкости. Некоторые вместо пленки кладут стекло, его тоже убирают. Если уже прошло 9-10 дней после посадки семян, то растение следует полить, но совсем в небольшом количестве. На одно растение использовать не более чайной ложки воды. После этого поливать можно через каждые 5-6 дней, также небольшим количеством воды, чтобы корни у рассады не начали гнить. Когда у томатов будет по паре листьев, можно начинать их удобрять. Для этой цели годятся удобрения на основе фосфора или калия, хорошо подходит древесная зола. Постепенно по мере роста рассады температуру в помещении нужно уменьшать с 20 градусов до 15. Дополнительно подсвечивать не нужно, достаточно дневного солнечного света. Эти простые рекомендации нужно соблюдать, чтобы рассада хорошо росла.